ЗАПОВЕДЬ Богом. Уголовным кодексом. То, что предлагается тебе, как рецепт безоговорочного, земного и или небесного счастья. Это как дорожные знаки, если хотите. Расставленные Господом Богом на твоем духовном пути в вечность. Ты может быть беден, может быть богат, здоров или болен, юн или стар, но исход нашей жизни один – смерть. Но не вечная жизнь души человеческой продолжается после смерти. Мы чаем воскресения мертвых наших тел, которые, преобразившись, воссоединятся с нашими душами. И так и всегда с Господем будем. Или не с Господем. Такое, к сожалению, тоже возможно. И Господь говорит «Хочешь быть со мной и всем веке будущем?» Вот тебе заповеди. Заповеди Ветхого Завета всем известны. Их там десять. Хотя, если почитать весь Ветхий Завет, мы найдем их что-то около 613. Как обрядовых, так и духовно-нравственных. Но традиционно мы знаем о десяти заповедях Ветхого Завета, которые даны в категорической форме. Их неисполнение строго наказывается. Новый Завет тем и нов, что даны еще заповеди, которые более возвышенные, более духовные, если хотите. Более сложные. Которые даны в категорической форме. И их неисполнение никак не наказывается. Просто говорится «Хочешь быть счастлив?» Блажены милостью. Блажены миротворцы. Блажены чистым сердцем. Кроткие, нищие духом. Изгнанные правды ради. Алчущие, жаждущие правды. Некоторые в позитивном ключе даны эти заповеди. Не в духе «Не делай того, не делай этого». А в духе «Делай то, делай это, и благо тебе будет». И не только тебе, но и всем, кто тебя окружает, кто тебе дорог. Вот в этом разница. Их что-то около девяти. Смотря на то, как подсчитывать, но традиционно считается десять заповедей Ветхого Завета и девять нового. Можете почитать 5, 6, 7 главу Евангелия от Матфея, где сконцентрированы все слова Спасителя на нравственную тему, сказанную им во время своего общественного служения роду человеческому. Они вошли в историю Библии и мира под названием «Нагорная проповедь». «Кто их исполняет, тот воистину счастлив». «Даже если не хочешь, даже через «не могу и не хочу», если начать, ты потом понимаешь, а ведь действительно я свободный человек. Я не раб чрева, гордости, тщеславия, гнева. Я свободный человек, и это здорово. Благородный, достойный. Не просто джентльмен, который руководствуется некоторым набором правил для того, чтобы казаться лучше, чем он есть. А тот, кто действительно по своему внутреннему содержанию в любви, в Боге, в верности и доверии Ему. Собственно, все. На этом можно ограничиться. Я желаю всем исполнять заповеди Божии для того, чтобы быть блаженными, счастливыми, быть радостными, духовно и физически здоровыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок